Здравствуйте, в эфире телерадио студия Лапландия. 2021 год Чувасской Республики, год посвященный строительству Сумского и Казанского паралитетных пробежей. Что известно о подвиге нашего народа? Спросим об этом наших ребят. В студии камера, зеленый фон для съемки, до эфира несколько минут. Здесь все как в настоящей телепередаче. Именно так выглядит медиа-центр в детском саду номер 204 Лапландия, города Чебоксары. Проект был разработан с целью создания медиа-образовательной среды и реализации совместных проектов педагогов, родителей и ребят. Ребята пробуют себя в роли теле-радиоведущих и тиктокеров. Это зона радиовещания, где дети непосредственно ведут радиопередачи. Зона дикторской студии, где наши воспитанники пробуют себя как дикторы телевидения. И также у нас активно используется зона тиктока. Для детей это очень интересно, ново, здорово. Еще один увлекательный процесс – это создание мультфильмов. С 26 октября по 8 декабря в детских садах города Чебоксары проходит онлайн-фестиваль авторских мультфильмов по страницам сурского рубежа, посвященный 80-летию начала строительства Всечувашского объекта обороны. Прилел участие в проекте и творческий коллектив детского сада номер 204. Ребята и воспитатели создали авторский анимационный фильм «История Машеньки», в котором на понятном для малышей языке рассказывается о трудовом подбеге чувашского народа в военные годы при строительстве сурского и казанского оборонительных рубежей. При создании мультфильма использовались куклы, игрушки и различные звуковые эффекты. Мультфильм рассказывает о истории девочки, которая раньше была в эти годы. Она рассказала свое детство, как она его провела, что случилось 80 лет тому назад, как они рыли окупы, как они замерзали, как им было очень сложно и тяжело в это время. Персонажи оживают и рассказывают зрителю свою историю. Несколько минут проходит незаметно. Зима 1941 года мне запомнилась по-особенному. Шла война. Многие мужчины ушли на фронт. 28 октября 1941 года было решено построить сурский рубеж. Призывались люди не моложе 17 лет. Но на возраст работников никто не смотрел. Зима была суровой. Сразу ударили страшные морозы. Создание мультфильма «Кропотливый труд». В нем принимают участие и родители, и дети, и педагоги. Кто-то пишет сценарий и создает героев, кто-то делает раскадровку, а кто-то занимается монтажом. Озвучка у нас происходит сначала. Мы читаем текст. Ребята у нас переставляют героев. Потом мы записываем этот текст и накладываем его на соответствующую картинку. Сейчас детские сады города Чебоксары создали шесть мультфильмов про участие чувашского народа в строительстве сурского и казанского рубежа. Свою историю ребята создавали при помощи пластилинографии, песочной анимации и лего-конструирования. Меня зовут Маша. Я бы хотела поделиться с вами историей о сурском рубеже, трудовом подвиге чувашского народа в военные годы, который предназначался для задержки гитлеровских войск в казанскому рубежу. Я была обычной девочкой. Выполняла работу по хозяйству, помогала родителям с нашими братьями и сестрами. Зима 1941 года мне запомнилась по-особенному. Шла война. Многие мужчины ушли на фронт. 28 октября 1941 года было решено построить сурский рубеж. Призывались люди не моложе 17 лет. Но на возраст работников никто не смотрел. Зима была суровой. Сразу ударили страшные морозы. На рытье окопов отправляли всех, кто мог трудиться. В основном это были, конечно, женщины, старики и даже дети. Работали днем и ночью. Теплой одежды не было. Не было даже варежек и сапог. Работали в лаптях. Бывало такое. Не ели по 2-3 дня. Мы не хотели работать. Но не выходить было нельзя. Это считалось предательством. И очень строго наказывали за это. После тяжелого трудового дня Наш народ старался не унывать. Играли на гармонии. Пели песни. Тем самым поднимали боевой дух. Мы трудились вручную. Из орудия у нас были только лопаты, кирки, лом, кувалды и носинки. Впереди река. Позади лес. Мы рыли окопы и траншеи. Укрепляя их досками. Возводили землянки. Для того, чтобы немецкие войска и танки не смогли прорвать эту оборону и поступиться к Казанскому рубежу. Более 300 километров составляло протяженность оборонительных рубежей. За 45 дней нам удалось построить сурский рубеж, перевыполнив план, тем самым помочь нашей Родине одержать победу в Великой Отечественной войне. Для меня это событие. Останется не всегда в памяти. И эта память будет передаваться из поколения в поколение. И будет примером трудового героизма чувашского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин